Отдых в Крыму может обернуться для россиян серьезными проблемами. С таким тревожным заявлением выступило Общество защиты прав потребителей, которое сегодня опубликовало на своем сайте памятку с угрозами в адрес российских туристов. Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства наказывается ограничением свободы на срок до трех лет. Авторы памятки объясняют по международным законам, Крым все еще входит в состав Украины, потому покупать недвижимость, строить бизнес и даже просто пересекать границу полуострова можно только при наличии специального разрешения. В противном случае российский турист будет якобы считаться нарушителем границы и за это в дальнейшем не получит шенгенскую визу. Однако в Ростуризме поспешили всех успокоить. Никаких отметок наши туристы в паспортах не получают и, конечно, отследить, что кто-то там какие-то границы условные пересек, естественно, невозможно. Также специалисты раскритиковали рекомендацию авторов памятки въезжать на полуостров только через Херсонскую область. Даже если найдутся такие желающие, сделать это просто невозможно. Железнодорожное сообщение Крыма с Украины Киев закрыл еще полгода назад. Успокаивают россиян и риэлторы никаких проблем с оформлением недвижимости, как пугались составители скандальной памятки, в Крыму не будет. Нормативная база, связанная с продажей этой недвижимости, регулируется законодательством той страны, которая регулирует деятельность своих граждан. В этом смысле россияне никакого законодательства точно не нарушают. В самом Крыму рекомендации Общества защиты прав потребителей назвали попыткой сорвать туристический сезон. Правда, на полуострове уверены, что это невозможно только за год. Количество отдыхающих здесь выросло на 20%, и цифры только увеличиваются. Уже 180 рейсов в сутки принимает наш аэропорт. Причем прилетают аэробусы двухэтажные почти по 600 человек. Паромная переправа, 10 паромов, два современных огромнейших. В Кремле памятку назвали просто абсурдной, а депутаты Госдумы и вовсе призвали провести расследование в отношении организации. При этом в Генпрокуратуре уже собираются возбудить уголовное дело и заблокировать сайт Общества защиты прав потребителей. Александр Терехин, Екатерина Смирнова, Илья Филиппов. Анатомия дня.